Ну что, полоношница, рассказывай. У меня из 100 вопросов одна ошибка. Но это я несколько раз проходила его. Это не с первого раза. И знаешь, какая ошибка? Я, кстати, не понимаю, в чем прикол. Смотри, вам можно продолжить движение. Здесь стоит регулировщик. Если он стоит, короче, ко мне боком, то можно либо прямо, либо направо ехать. Правильно? Правильно. Но здесь, видишь, по разметке только направо. И в некоторых вопросах, когда я отвечала, то, что можно ехать в нескольких направлениях, это было ошибкой. А здесь это... Везде есть загвоздки. Я не понимаю, как это работает. Типа, в каких-то вопросах нужно слушать только регулировщик, а в каких-то, если можно там прямо и направо, да, а стрелка показывает, что только направо. Говорят, что нифига, прямо нельзя, а стрелка же показывает направо. Но видишь, там же есть ответ. Да, но почему в других? Это не исключение. Понимаешь? Ну, неправильно же ответил. Да, но я не понимаю, как мне отвечать в следующий раз, потому что был похожий вопрос. Там, блин, ну, тоже... Просто запомнить. А в следующем вопросе как мне отвечать? Не знаю. Интуитивно. Да вот интуитивно, пожалуйста. Я уже понимаю, но это меня. Пойдем разбирать, что ты там не накупила. К нам приехала доставка из Кусвиво. Время практически 12, я голодный. Ну, давай, показывай. А ты можешь пустить снимки? Ну, пока не могу, потому что я с камерой. Рву? Конечно. Ну, нет. У меня эти пакеты подмесы распределят. Если получится. Он достаточно тяжелый был, он мог замотаться или разорвать. Да, он сейчас откроется, просто у меня ногти. Помогите! Получается! Кто молодец, я молодец. Ну, давай. Первый раз такой хлеб взяла. Наших не было. Наши пятыли были. Средиземноморские. Альпийские цельные озера. 250 грамм. Яйца перепелиные. Подожди, я поняла. О, морковный тортик. Никогда такой не брал. Мне понравился. Помнишь, мы с тобой в Владикавказе, где мы там были? Дендрариум. Дендрариум. И мы там брали морковный торт. Это очень вкусно. Да, офигительно. Я хочу отдать тебе попробую. Мой любимый, горошек. Ну, не в плане, что вот этой фирмы. Просто я горох люблю. Решил попробовать фасоль. Это нейтральное бездовольное сахаро, а это белое в томатном соусе. Ну, я, наверное, перемешаю. Красную обычную без добавок и белую в томатном соусе. Масло. Это мне успокаивает свои нервы. Ладно, просто я люблю чай и ромашку. Вот ромашка. Мята, ромашка, чабрец. Тут просто ромашка. Да, это. Стрек, рыбай. Ну, это я завтра уже буду готовить на обед. Огурчики. По-моему, бакинские. Да, бакинские. Киноа, моя любимая. И крем-чист. Ну, отлично. Нет, не отлично. Ты уверен, что нам все привезли? Один пакет был. Нас, как без мамы, обманули. Почему? Ну, потому что там еще рыба была, семга. А ты за нее заплатила? Ну, да. Ну, сейчас посмотрю в телефоне. Но я рассчитывала на семгу. Я хочу семгу очень сильно. Где она? Ничего не поняла. Но он больше ничего не дал. Ну, и что? Прикольно. Ее, походу, отменили. А причины нет никакой? Нету. Ну, что, пешочком завтра сбегаешь? Если что? Тем более, у тебя чаек есть. Пипец. Зачем я буду это есть? Я же хотела вот это. Вот это. Сейчас, да? Вот это я рыбку, да. Блин, что они это ели? Надо было еще колбаски взять. Я не стала брать колбаску, я расчитывала на рыбу. Вот это, кстати, я буду себе здесь недавно кинуть. Ну, они давно открыты, да? Да. Я все хочу выкинуть, потому что они две недели дома не было. Ну, давай, почищай. Не расстраивайся. Блин, а что? В смысле не расстраивайся? Я расстроилась. Я рыбу-то хотела. Ну, что сейчас делать? Может, она не закончилась? Может быть. А что не кушать его, Володя? Ну, ладно, я поем фасоль. А я чай буду. Какой? Не, обычный буду. Ты не хочешь купить? Нет, такой не хочу. Нет, травяной точно не. Тортик надо, его тебе. Да, а что нет? Да, закрою. Ну, давай, я сам. Ой. Наш романтичный нужен. Тортик. Немножко бутербродов с маслом. А у тебя тут? Фасоль и яйца перепелиные. Можно еще одну перепелиную, половиночку? Спасибо. Ну, и Тортик сейчас посмотрим. Вкусный торт. Очень вкусный. Да, я его ем в кровати. Да, на ночь. А что, все так делают? Не надо меня осуждать. Все так делают? Я тоже жжу в кровати. Потом крошечки стряхиваешь, и Венька потом все подметает. Нету никаких крошечек, я аккуратно ем. И на ночь ничего страшного. Могу себе позволить. Ну да, ты худенькая. Тебе там пишут. Поправляйся, Катя. Худая какая. Сейчас будет супер-пупер обзор нашей чудо-штуки за пятихаточку, солистки, которые можно натирать, стекла, краны. Ну, давай, рассказывай, что это. Ну, что мне рассказывать? Ну, да, но осадка прикольная. Ей можно... Короче, у меня сегодня выкипело кино с чечевицей, и все это вот так вот разлетело, и все пригорело. Я завела чистящим средством. Сейчас покажу, каким. Вот таким. Видно? Вот. И вот этой вот насадкой все почистила. А сейчас ты уже натираешь до блеска, да, так сказать? Ну да. Ну, в целом, ты бы порекомендовала эту супер-штуку кому-то? Ну, для зеркал нет, потому что зеркала... Я вот сейчас помыла зеркало ванной вот этой штукой. Да, она работает, но раз в пять медленнее, чем я просто буду бумажными полотенцами. Я пшикаю и бумажными полотенцами так вытираю, и оно как бы все блестит, скрипит, все прекрасно. А этой штукой, блин, она полчаса вот так вот... Ну, долго. Зеркало большое... Зеркало. 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 Зеркало большое, поэтому очень долго. А для плиты вот эта насадка, если там что-то пригорело, ну, прям классно. Главное, чтобы она не царапала, но, как я посмотрела, вроде нормально. Да не, не будет она царапать. Ну, так в итоге, рекомендуешь? Рекомендую для плиты, но ее прямое назначение для зеркал. Нифига нет, где зеркал. Для зеркал не рекомендую, а вот для плиты или каких-нибудь других поверхностей, да. Прикольная штука. Спасибо. Короче, ребят, наберите терпения. Я влог из Петербурга выложу чуть позже. У меня абсолютно не хватает из работы времени, чтобы его смонтировать. Поэтому пока будут домашние вложки, может, еще один там сверху, а потом уже я обязательно смонтирую вам полноценный влог. Там материала просто на полтора часа, и все это достаточно тяжело монтировать. Катя уехала сейчас за загранником к себе в Брянск. Надеюсь, там все получится, все будет успешно. А чем я недоволен, то, что она мне оставила вот такой сюрприз. И мне этим после работы заниматься совершенно не хочется. Сейчас девчонки наверняка накинутся, давай-ка, что все, Катя да Катя. Ну, я закачиваю там в 7.30, в 8, иногда в 9 часов. Вчера вообще отвалился в час ночи от работы. Поэтому не всегда получается. Ну, и, наверное, надо будет сейчас на мне куда-то съездить покушать, потому что холодильник пустой, еды нет, стейк готовить я не хочу. Наверное, вечерком его сделаю. И, может быть, тюрьмог сгоняю. Сейчас подумаю. Надо выбраться, потому что сейчас время уже сколько? 16 часов 15 минут, а я не завтракал еще, по сути. Только воду пил, ну и конфетку съел. На улице 100-500 оттенков серого. Сейчас вам покажу. Выглядит это все, конечно, очень печально. Ненавижу такую погоду. Уже врубил машину, чтобы она немножко тут прогрелась. Ох, какой меня тут сюрприз ждет. Я не перепрыгну. Да, придется перелазить сейчас. Потому что там вообще никак. У меня еще красотки, видите, такие светлые. Сейчас буду пробовать каким-то образом. У меня еще, видите, тут сиденье светлое, поэтому надо аккуратненько... Ой! Одна нога есть. Все. И хотел вам еще про приложение Volvo рассказать, потому что вы ее спрашиваете периодически. Это на самом деле платная история. На машину официально дается 3 года гарантии, и это приложение дается бесплатно. А дальше ты по подписке все это дело оплачиваешь. Я не знаю сколько. По-моему, то ли 3, то ли 5 тысяч в год. Ну, я буду все равно после того, как все закончится, продолжать платить. Потому что очень удобно. Все подогрев еще врубить. Вот. Такая история. Сейчас, наверное, поем, как и говорил, и потом во вкус вил заеду. Когда видишь такую картинку, хочется пойти на Авиасенс и купить билет в Таиланд. Невыносимо, конечно, это все выглядит. Причем, когда выходит первый снежок, становится, конечно, повеселей, посветлей. Ну, вот эта промежуточная такая глубокая осень перед зимой. Мне прям вообще не нравится. С дожди, нулевые температуры по ночам, плюс еще лужи днем. Блэ. Ну, давайте я вам покажу, что же я купил, не приходя в сознание, даже не раздеваясь. Что-то у меня тут вкусненького. Так, врубаем везде свет, чтобы получше был видосик. Какой-то новый хлебушек взял. Называется он лепун с томатами и базиликом. Сушечки, мои любимые. Колбаски взял. Именно вот такую из двух видов мяса. Говядина и свинина. Два лимонадика взял. Он, кстати, обновился. Новая упаковка. И вкус у него стал немножко другой. Я думал, что это просто замена этикетки, да, была. Ну, по факту там и производитель сменился. Сосиски куриные. Обожаю их. Дорогие, клевые. Рулет маковый. Тут у меня сметана. И блинчики взял готовые. Вот, я про них тоже рассказывал. Мне они очень нравятся. Сейчас, ну, не сейчас уже, попозже нагрели их сделаю. Булочки сдобные. Вот такие две штучки. И что-то еще у меня здесь было. А, оливки зеленые с красным перцем. Я их обожаю. В детстве терпеть не мог. Сейчас просто залетает нора. Вот такой у меня улов в магазине. Сейчас все это дело разгребу. И надо будет нелюбимым делом заниматься. Про посуду я вот все время делаю такой акцент. Почему? Вот сейчас мама смотрит, она прекрасно знает историю. Когда я был мелкий, у меня первое задание после того, как я прихожу со школы, было это помыть гору посуду. Сейчас, наверное, мамка хохочет. И вот с тех пор у меня прям какая-то нелюбовь. Именно мыть посуду. Пропылесосить без проблем. Что-то протереть без проблем. Ну вот посуду помыть для меня это прям самое нелюбимое занятие. Я даже, знаете, не воняю, если надо там развешать белье какое-нибудь, постирать. Вообще, no problem. И напишите обратную связь по поводу звука, потому что я, видите, сейчас с пенкой хожу. Все должно быть отлично. Выглядит оно как такая мохнатая чубака. И просто вы в прошлый раз ругались. Много достаточно комментов надолбили. Типа, ежов, звук, говно. Но сейчас исправил ни одного коммента. Я понимаю, что все воспринимается как должно, но без вашей обратной связи никуда. Поэтому обязательно напишите. Ну и лайк ставьте или дизлайк. Я уж не знаю, как вам там больше нравится. И следующий влог опять будет домашкой.